Добрый вечер дорогие друзья! Добро пожаловать в клуб «Открытая Россия» и сегодня у нас в гостях уже не первый раз в нашем клубе, что особенно приятно, Александр Глебович Невзоров. Человек, который не нуждается в каких-то пространных представлениях. И мы сегодня выбрали тему для нашего разговора «Искусство провокации». Вы должны, конечно, понимать, что это имеется в виду не провокация на границе Северной и Южной Кореи или не провокация взятки гаишники. Мы будем говорить о интеллектуальной провокации. И мой первый вопрос. Александр Глебович, что такое хорошая провокация, из чего она состоит? Во-первых, давайте копанем этот термин. Вы знаете, кто были первыми провокаторами, что слово «провокатор» — это обозначение штатной единицы римских амфитеатров. Точно так же, как были секутеры, ретиарии, мермелоны и другие разновидности гладиаторов, были еще и провокаторы. Когда не удавалось стравить между собой и добиться должного градуса боя между, предположим, андабантами и секутерами, то тогда выходили провокаторы. Это просто вот была специализация четкая, которые ухитрялись поссорить всех, которые ухитрялись своими действиями спровоцировать большую кровавую и очень злую драку. Это прошлое этого чудесного умения, но это было не трудно делать, потому что мы помним, что те же самые кто такие андабанты, андабанты — это гладиаторы с глухими забралами, слепые гладиаторы, ослепленные сплошным забралом, не видящие своего противника и действующие. Они были очень хорошо, очень тяжело вооружены, но они не видели противника, у них была определенного рода неуязвимость за счет массивных доспехов, но у них не было никакой маневренности и мобильности. Вот что такое «провокатор» в буквальном прямом смысле этого слова, вот тогдашине. За это время это слово успело пройти много стадий, успело много раз переформатироваться. Что мы сейчас имеем в виду, говоря слово «провокатор»? Потом мы знаем, что это слово было на какое-то время недолго и довольно подлинно опущено в такое дерьмецо. Это дерьмецо с него еще до сих пор стекает, потому что есть термин «агент-провокатор». Есть много вообще всяких неправильных использований термина «провокатор», но мы вообще знаем, что люди настолько тупы, что они большинство терминов дают абсолютно ошибочно. Мы все говорим слово «атом», и этот «атом» является едва ли не основным для обывателя научным термином, но мы знаем, что это слово в принципе глубоко неправильное и неверное. Слово «атом» обозначает неделимый, как бы последний предел делимости вещества, последняя частица, из которой состоит и сделан мир. Но мы уже все прекрасно для себя выяснили, что это далеко не последнее, что мало того, что сам атом разбирается на множество симпатичных деталей, но еще и существует субатомный мир, который представляет собой сложный, богатый мир, подчиняющийся своим совершенно законам, хотя в результате эти элементарные частицы складываются в атом. Мы видим, что даже в таком вроде бы священном для каждого разумного человека термине уже закопана глупейшая ошибка, равна как ДНК. В слове «ДНК» мы тоже имеем дезоксирибонуклеиновую кислоту, то есть ядерную кислоту, произошло это тоже вследствие ошибки, потому что тот человек, который впервые выделил нуклеиновую кислоту, полагал, что она находится только в нуклеусах, в ядрах клеток. Потом выяснилось, что это не так, но тем не менее термин закрепился. Вот когда мне говорят про мои провокаторские способности, друг мой, я всегда прошу уточнить, что именно имеется в виду. Прошу прощения за нудную лекцию попутно. Сами спровоцировали. Я бы сказал, что человек, который своими действиями или своими словами вызывает какую-то очень яркую, оживленную реакцию. Ну, тогда давайте заменим слово «провокатор» на простое, понятное слово «химик». Потому что нормальный химик вызывает порой настолько невероятные реакции, делая сознательно, соединяя элементы жидкости, кислоты и наблюдая за тем, что с ними происходит. В конце концов, любой научный эксперимент с мышками, крысками – это тоже провокация какой-то реакции, на основании которой мы делаем свои выводы. Вы не ходите вокруг да около, как кот вокруг горячей каши. Слушай, вам же все интересно про Россию, а совсем не про невзоровые провокатора. Я же здесь в качестве такого доктора, патологоанатома, который вот только что копался в этом трупе, а вам всем жутко интересно, о чем он будет ходить или не будет. И этот вопрос, конечно, задавать, будет ли он ходить, бегать и прыгать, задавать вопрос патологоанатому – это не самое разумное дело. Но, коль скоро вы пришли с этим вопросом в глазах, я могу сказать, нет, ребята, вы знаете, он не будет ни петь, ни ходить, ни бегать. И вообще ему это просто по статусу трупа уже не полагается. Потому что если он начнет ходить и бегать, то это будет зомби-комедия, а совсем даже не то, к чему мы привыкли в реалистической жизни. Что же будет с этим трупом? – То, что полагается. Трупы – трупы. Ну, вам рассказать все стадии сперва некробиоза, потом некроза, я не думаю, что это ваша аудитория будет интересна. – Применительно государству, я думаю, что им будет это интересно. – Вот я смотрю на очаровательных людей, которые пришли сюда, в открытую Россию, и совершенно не понимаю, а что вы сюда пришли? Вы же, насколько я понимаю, уже освободились, вы уже в той или иной степени перекусили эту пуповину, эти проволочки, которые вас связывали с нашим мордором. Вы что, опять соскучились по лаю собак, надсмотрщиков, по свисту ветра в колючей проволоке, по звукам оцинкованных грязных шаек в банях или лагерях? А в моём голосе все эти звуки присутствуют, потому что я такой же орг оттуда, хотя и корчу из себя независимого исследователя. Я не понимаю, почему вас не отпускает эта Россия, чего она вас беспокоит? Вы надеетесь на то, что в один прекрасный день сюда, к вам, в открытую Россию, к этим всем милым интеллигентным лицам прибудет кто-то, который скажет «Ребят, всё налаживается, всё по-другому, всё забыто, всех заперли в мавзолеи, и Поклонскому и Милонову забили двери, залили цементом, руководителей государства отправили к профессору Гайворонскому на полимерное бальзамирование, и теперь они украсят анатомический музей или будут сданы в кунсткамеру». Вы что ждёте, что кто-нибудь приедет и расскажет вам это? Дикие какие вы! Это, я так понимаю, был пример хорошей провокации? Нет, в данном случае это не был пример провокации. Я не вижу необходимости никого провоцировать. Я, поверьте, с огромной симпатией к вам отношусь, ко всем. Почему? Потому что в основном я понимаю, что передо мной люди, которые сумели преодолеть вот эту вот жидкую гравитацию, гравитацию России, её умение не отпускать, её умение притянуть к себе, её умение сделать человека частью дикой, разрушительной, смертельной для себя самой и для мира машины. Я понимаю, что всё равно здесь в той или иной степени собираются люди особенные, которые то ли по собственной воле, то ли благодаря богатым и умным родителям, то ли ещё по каким-то причинам, но, в общем, эту гравитацию в той или иной степени преодолели. Как я могу вам не симпатизировать? Зачем мне вас и на что провоцировать? Чтобы вы начали в меня кидаться бутылочками с водой? Нет, я думаю, не начнёте. А на вас эта гравитация действует? На меня эта гравитация действует, потому что я нахожусь в зоне действия этого огромного тела и позиционирую себя абсолютно свободным человеком. Ну, вы знаете, я могу позиционировать себя свободным от гравитации, но если я буду при этом выпрыгивать с 16-го этажа в ожидании весёлого полёта, меня ждёт асфальт и громкий неприятный звук от соприкосновения с ним. Поэтому я точно так же, более чем кто бы то ни было, хотя у меня совершенно холодный нос, я честно говорил и говорю, что я не люблю Россию, что у меня вообще традиционная сексуальная ориентация, и что я не патриот, что я не разделяю каких бы то ни было иллюзий по поводу будущего. Тем не менее, мне процессы, происходящие в России, кажутся настолько увлекательными, настолько интересными и настолько достойными изучения и разглядывания, что я, наверное, подвергаюсь действию её мощи, её гравитационным силам в большей степени, чем кто бы то ни было. – И вы готовы рискнуть в будущем ради любопытства, ради того, чтобы смотреть на то, как происходит вот этот распад этого мёртвого тела, оставаясь там? – Ну, вы знаете, все профессии в той или иной степени опасны, да? Особенно профессии, которые выносят нас куда-то на поверхность общественных явлений, особенно те профессии, которые делают нас заметными и нужными. Это тоже своего рода наркотик и заметность, и нужность. Это тоже, кстати, одновременно и очень хороший инструмент. Это очень хороший ланцет, который помогает взрезывать эту реальность легче и чище, чем у кого бы то ни было другого. Но я так же точно, как любой человек, детерминирован, то есть обусловлен той средой, в которой я живу, и влияние этой среды на меня огромное. Как в Нью-Йорке меня всегда спрашивали, нет, в Филадельфии меня спрашивали, а вот правда, что русские в Филадельфии отличаются от русских в Нью-Йорке? Я говорю, ну, бывают хорошо помытые орки, бывают орки помытые похуже, но и по тем и по другим сразу видно, кто они такие. А у вас не было желания не просто оставаться сторонним наблюдателем со скальпелем в руке, но как-то повлиять на эту ситуацию, опять же, пользуясь опытом, известностью, своими возможностями или исключительно холодный научный отстраненный интерес? Ну, он неосуществим, потому что в России, если вы тоже ждете, что я вам расскажу, что в России зародилось какое-то протестное движение, что это все серьезно, что появились какие-то консолидированные, мощные, вдохновляющие лидеры, которые способны заставить мечтать о них или погибать за них, там, типа Ксюша Собчак, то я вас тоже разочарую. В России нету в реальности, как и не было в том нашем разговоре, дорогой мой, да, вы его помните, в том нашем первом разговоре, в России не появилась никакой оппозиции, в России не появилось никаких сил, которые способны влиять на ситуацию в стране, то есть сил здравых, сил, способных противостоять маразму, одичанию абсолютной, запрограммированной, неизбежной и естественной деградации, потому что Россия, которая желает быть Россией, обречена на абсолютную деградацию. Россия, которая желает нести в себе черты исторической России, желает принять на себя сегодняшнюю отблеск былой славы, должна понимать, что эта слава пахнет дерьмом, кровью и ложью, и ничем больше, что все, что можно было унаследовать от тех времен, это все неупотребимо в сегодняшние дни. Более того, от этого бы следовало срочно избавиться. То есть фронта нет. Есть очень мощная, очень слаженно работающая машина госпропаганды, которая за годы, которые прошли, да, с нашей последней встречи, усовершенствовалась, которая не встречает естественно нигде никакого, не то что там внешнего, это вообще нереально, невозможно, не встречает никакого внутреннего сопротивления ни в одном гражданине России. Вот все то, что предлагается пропагандой, безмолвно, послушно и с великолепным аппетитом съедается российской публикой. То, что происходит в результате обмена веществ, и то, что уже порождает публика, съевшая пропаганду и выделившая свой собственный продукт, который они называют мировоззрением, этот продукт, хотя он вроде бы относится к чисто таким метафизическим, таким, я бы сказал, идеологическим вещам, тем не менее обладает естественным, непобедимым запахом обыкновенных фекалий. Вот объяснить этот парадокс с научной точки зрения абсолютно невозможно. То есть вы должны понимать, что практическое применение моим способностям их в России нет. В России почему терпят таких мерзавцев типа меня или в известной степени Юлю Латынину, хотя, в общем, к сожалению, с Юлей было все не так просто и не так легко, ее выжили, она сейчас живет в совершенно другой стране. Почему терпят Диму Быкова или Стасика Белковского? Потому что Кремль наблюдателен, чертовски наблюдателен. Он уже выяснил, что вот это маленькое пятнышко свободомыслия оно не расползается, оно не меняет свои границы, оно не поменяло свои границы за последние четыре года. Вот у меня как есть в совокупных цифрах, например, по Эхо Москвы, расшифровка Эхо, трансляция Эхо, Ютуб и какие-то разбойничьи перепосты. Вот как есть миллион ровно, а это капля в море, вы понимаете, да? И в этом миллионе еще процентов сорок просто чисто любопытствующих, которые хотят посмотреть на эту грязную русофобскую обезьяну по фамилии Невзоров с тем, чтобы этой грязной русофобской обезьяне прописать бы набор проклятий с пожеланием, там, не знаю, онкологии, смерти в пожаре и так далее, и всего того, что они мне пишут. То есть вы обязаны понимать, что круг интересантов, круг референтная группа моя предельно невелика. То есть где-то там порядка 600-700 тысяч человек, которые не делают погоды. И это пятно не увеличивается. Оно не увеличивается ни у кого. Оно не увеличивается не только у, скажем так, радикалов, у дерзких нахалов и хулиганов типа меня. Оно не увеличивается и у очень хитрых, ведущих тройную, четверную, многослойную игру персонажей таких, как Венедиктов. Венедиктов очень хороший. Товарищи украинцы, не обижайтесь на него за его слова о том, что в Украине идет гражданская война. Поймите, что ему, который находится на передовой фронта идеологического, ему приходится не только бегать в атаку со штыком, но иногда и пригибаться, иногда и глубоко залезать в окоп, делать всякие сложные маневры. От него для сегодняшнего российского ничтожно маленького, но свободомыслия очень много толку и проку. Он организовывает пространство, в котором имеют возможность говорить несколько человек, без которых, наверное, было бы совсем грустно. То есть фигур нету, вот их нету, нету никакой практической оппозиции, которую можно было бы хотя бы тренировать, хотя бы учить, хотя бы внедрять ей какие-то представления о борьбе, о революции, об идеологии. Стан либералов предельно хлипок. Он мелкий, он такой же мерзкий, как был несколько лет назад. Он стал еще более мерзким, потому что между всеми персонажами пролегли такие глубокие, дымящиеся, непреодолимые трещины. Потому что все ведут себя по-свински друг в отношении друг друга. Потому что у такой, например, замечательной и крайне обаятельной фигуры, как Навальный, это обаятельный парень, очень неглупый. Но он полез делать революцию, не имея никакой идеологии. Просто показывать украденные дачи, ну слушайте, а кто ожидал чего-нибудь другого? Неужели вы думаете, кто-нибудь идет выполнять государственные обязанности ради того, чтобы служить какому-то там народу? Понятно, что все идут грабить. И это не нуждается ни в каких особых комментариях. Ну вот, это все равно как показать пирата, который с большим сундуком пиастров радостно фотографируется вместе с проституткой на Тартуге. Он идет за этими пиастрами, он за них, можно сказать, жизнью рискует. Он вдохновенно, много, целеустремленно ворует, дает взятки, берет взятки, переживает сложные перипетии. Он участник очень отработанных и высококвалифицированных коррупционных механизмов, которые тоже надо выстроить. Коррупция – это тоже серьезное и сложно архитектурированное здание. Это дело, требующее вдохновения, самоотверженности. Вы что думаете, коррупция так просто? Вот встретились два дурака, сняли кепки, пошмыгали носами, дали друг другу по три рубля и разошлись. Это не коррупция, это фигня. Посему, друг мой, к сожалению, там никакого практического применения мне нет. Вы сказали, что некого учить, а если было бы кого? Мы обязаны предполагать, что все возможно. Но мы, например, пронаблюдали прелестная девушка Ксения. Она мне вообще, только не считайте, что я в каких-то с ней плохих отношениях или за что-то обижен. Да нет, у нас замечательные отношения. Она очаровательная девушка. У нее порой весьма и весьма удачные прически, классные кофточки. У нее мама прекрасно вяжет. У нее вообще много достоинств. Нет, да. Но когда она стала устраивать этот всемирный стриптиз, демонстрируя свою подлинную подготовленность к посту, на который она претендовала, понятно было, что это недостижимо для нее. Понятно было, что в этой операции, в этой блестящей авантюре Собчак-президент можно выстроить настолько красивые идеологемы, поскольку терять нечего, да понятно, что выигрыш не светит, не тянуться к каким-то добавочным 3-4% процента, а рвануть на себе тельник и действительно воспользоваться ситуацией создания хотя бы какой-то искры идеологии, искры правды, искры разумности, которая бы, поверьте, могла бы вдруг, мы обязаны не исключать любое развитие событий, могла бы запалить эту всю конструкцию изнутри. А вместо этого начиналось мелочное собирание процентиков. Вот тут ей показалось, что погрузить тело в канализационные воды какой-то речки в день крещения в проруби с рыгающими и выпившими пиво гражданами – это хорошая идея, и она идет публично исполнять религиозный обряд, смысл которого не понимает ни она, ни окружающие ее люди. Потом, к сожалению, вот стала просвечивать такая некая пустота. Она действительно… Я понимаю, ей некуда возвращаться, потому что ее дом сгорел, ее дом российского гламура, который она долгое время олицетворяла и возглавляла, он, в общем, под влиянием кризиса, под влиянием обеднения, под влиянием того, что… Все поняли, что они в эту игру могут играть и сами, без руководящих и направляющих девушек. Какой-то гламур остался. Но вот гламур имени Савчак, он, в общем, изничтожился. Конечно, ей оставалось идти только в политику. Я вот и говорил на «Эхе Москвы», когда меня спросили по поводу ее фильма, стоит ли смотреть фильм. Да, вы знаете, каждый пусть выбирает для себя сам, но вы обязаны понять и проанализировать происхождение этой картины. Откуда она вообще взялась? Зачем она нужна? Что означает в переводе эта картина? Зачем вдруг сейчас делается картина под названием «Дело Савчака»? И если мы переведем, о чем картина, то краткое содержание. «Я не дурочка, я дочь политика и сама политика. Я благородного политического происхождения». То есть Ксения нарисовала свой фамильный герб, поскольку поняла, что российская публика совершает ужасный поступок. Она не делает принципиальной разницы между ней и балериной Волочковой. Для обычного, нормального российского обывателя разница только в скорости установки на шпагат и в прическах. Но что-то принципиально другого в ней не хотят видеть. Поэтому она решается вот так пойти ва-банк. С моей точки зрения тоже предельно ошибочная штука, потому что тот самый зритель, который предполагает, что Собчак и Волочкова – это что-то одно и то же, он не будет смотреть нудные, вихлястые рассуждения современников на тему того, насколько демократичен и светел был ее папа, или недемократичен и не светел. К тому же ни один человек просто по закону жанра в таком фильме никогда вам не скажет ни единого слова правды. Это же понятно, потому что тема до сих пор заминирована. Все же знают, что Владимир Владимирович был в неких отношениях с Собчаком. И когда приходит к очередному фигуранту, у фигуранта начинает громко… Вы слышали, как старый рифмометр работает? Точно так же там происходят все эти звуки трещания в голове. А что, как будут мои слова, оценены Владимиром Владимировичем, который тоже может посмотреть это кино? А когда он еще, фигурант, с ужасом своим узнает, что Владимир Владимирович тоже участвует, и он понимает, что Владимир Владимирович посмотрит обязательно, идет не то, что какая-то маломальская искренность, идет просто слепое и тотальное приспособление своей риторики на тему Собчака к представлениям Владимира Владимировича о том, каким был Собчак. И поэтому, не знаю, смотрите, если есть там лишних два часа, никаких проблем. Я же вообще никогда никому ничего не запрещаю. Вот, то есть нету вот этого лагеря, этих людей, которых можно было бы чему-то поучить, их нету. Фильм про Собчака – это, в общем-то, фильм про 90-е. Это фильм про Ксению, это фильм только про нее, у него одна задача. На самом деле, все, что происходило в 90-е, в волшебную и авантюрную пору 90-х, когда, извините, но на Неве шли друг против друга белые по 800 тысяч долларов катера, принадлежащие частным людям, и эти катера имели торпедные аппараты. Реальные, настоящие боевые торпедные аппараты. Когда можно было найти скорую помощь, вот просто вот вы подходите, обычная машина скорой помощи беленькая, облезлая, красный крест, все вот эти вот опоясывающие надписи, открываете двери, блин, там стеганая кожа, там красное дерево, бар, хрустальные бокалы. Ну просто кто-то вот таким образом понял, что можно не стоять в пробках и ехать быстро. Это волшебные 90-е, которые уже не повторятся. А вот эти все мелкие вышивания по живому и мертвому, типа того вот, насколько был демократичен Анатолий Александрович, это все ни малейшего отношения к 90-м не имеет. Потому что 90-е – это был тот сказочный шанс, который был дан России для того, чтобы измениться. Это была та страшная, горькая, ядовитая капля живой воды, которую дали возможность выпить. Да, ядовитая для очень многих. И особенно для тех, кто был готов на любые жертвы, лишь бы ничего не изменилось в его ленивой и бессмысленной жизни. Этот шанс потерян безвозвратно? Вы сказали то, что Ксения могла бы вместо того, чтобы бороться за доли процентов к своему результату, использовать это время, чтобы высечь какую-то идеологическую искру, которая могла бы воспламенить общественное сознание. Какая бы это могла быть искра? Какие идеи могут увлечь людей? Вы знаете, в России сейчас я подозреваю, что никакие идеи увлечь людей не могут. Как всегда в России увлекает персона. Увлекает нечто строго персонифицированное, нечто драматургически конфликтное совсем сразу, вот каким был, например, Ельцин. Понятно, что это было совершенно другим знаком, но понятно, что драматургии в этом мужике было вот через край. Он действительно где-нибудь бы в Голливуде, играя пожилых рейнджеров, имел бы сумасшедший успех. Он весь был соткан из того, что называется для меня ничего не значащим, но тем не менее понятным словом для вас харизматичность. И в России для того, чтобы увлечь кого-то, необходимо быть вот этой фигурой, а уже всё то, что ты говоришь, оно вторично. И вот всё то, что ты говоришь, они съедят, не заметив, съедят под соусом тебя. Если ты силён, если ты настолько сильнее, агрессивнее и богаче по конструкции центральной нервной системы, чем они все, вот тогда они съедят любую идеологию. Но для того, чтобы стать таким, надо пойти в атаку, в лобовую атаку на всё то зло, на всё то мракобесие. А главное, что идти на него в атаку не так сложно. Цели все обозначены. Большинство этих идеологических танков и линкоров, и дотов, они давно горят и дымятся благодаря усилиями вашего покорного слуги. То есть понятно, где язвы, понятно, где болевые, где наиболее кошмарные реалии России. Рвони ты на себе тельник, иди на них. Тебе всё равно ничего не грозит, но ты можешь поиграть в жертву. Ты можешь пройти по тому, что в России кажется предельно острым отточенным краем. А нет, блин. Начинается вот это перетирание 0,3%, дурацкие штабные игры, конфликт со всеми, с кем можно было только конфликтовать, включая собственный штаб, который в результате бедного Красовского, ему теперь нечем кормить мопсов. Ему не заплатили денег. Стасика Белковского держали на цепи прикованного к батарее. Он то ли похудел, то ли растолстел на 10 килограмм. При том, что потенциал ни одного из этих людей не был использован. И то, что мне рассказывают о творившемся в штабе, было просто предельно бездарно. Это не говорит, что она плохая. Это говорит, что это сложная профессия, политика, которой она не владеет. Всех остальных фигурантов просто нет. Если в России востребована лишь драматическая фигура, харизматик, человек, который способен индивидуальный вызов бросить действующей власти, означает ли это, что неизбежен заход на новый круг, когда человек, единолично получающий в свое распоряжение гигантские, мало чем ограниченные полномочия, начинает их реализовывать и соответствующим образом управлять страной? Или есть какой-то вариант вырваться из этого круга? Нет. Варианта вырваться из этого круга сейчас нет. Потому что сохранение власти – это серьезное ремесло, это серьезная задача. И вот к выполнению этой задачи российская власть подходит со всей ответственности. Это вам не мультики про ракеты. Это вам не так сарагозина. Это вам не чьи-то пенсии или гнилые полы в каких-нибудь поликлиниках задрищенска. Это серьезная задача. И задача по выжиганию всего живого вокруг себя выполняется предельно успешно. Живого и понятного. Потому что я, например, живой, но я непонятный. Сейчас объясню. Вот недавно у меня брали интервью. Просто вот есть же там набор всяких рафинированных персонажей, которые очень хорошо относятся ко мне и не понимают, что меня связывает с матерщинником и алкоголиком Шнуром. Вот как в их мнении. Почему вы дружите? Вот что это? Я объясняю честно, что, как и у всякой дружбы взрослых людей, мною руководит вполне понятное чувство. Это чувство мрачной, черной зависти к этому человеку. Я вижу, что этот человек умеет тончайшие сложные интеллектуальные смыслы обрекать в такую простую форму, что они, называется, заходят в любой мозг, в любую бошку, что все то антимаразматичное, все то живое, что есть в Шнурике, он ухитряется сделать абсолютно и стопроцентно понятным практически всем. Конечно, я не могу не завидовать таким способностям, у меня так не получается, будем откровенны. У него получается, но он желает оставаться на своем пьедестале, в своей скорлупе, в своем наряде, в своем амплуа. Он не хочет уходить из амплуа музыканта. И я, который ничего вообще не понимаю в музыке, то есть я действительно ничего не понимаю, это не кокетство. Я могу только оценить публицистику. Публицистики очень много в его песнях. И я вижу, что та публицистика сильная, яростная, красивая и, кстати говоря, маразмопобеждающая. Она вполне его устраивает, он никуда не уйдет из своей роли, несмотря на всю свою понятность. И вот такой персонаж, просто Шнурик привел в пример как интеллектуала, который не будет никогда влиять на события. Но вот чтобы появилась какая-то драматическая фигура, на всю голову треснутая по поводу политики, воспринимающая эту Россию как боль, воспринимающая эту Украину как боль, перед которой должно быть там дико стыдно и омерзительно. Вот как от страшного сна проснуться и, не знаю, поползти к ним на коленях, что, ребята, что мы натворили. Вот это должен быть человек такого уровня чувств, такого уровня... Для меня это неизвестное понятие, у меня нет совести. Но это должен быть человек с совестью, которой нет у меня, например. Потому что только это порочное понятие «совесть» позволит ему быть понятным тем миллионам людей, для которых это всё очень серьёзно. Это вам не невзоров. У них простые, понятные, живые, честные взгляды на жизнь и ожидания того, что лидер принесёт в их жизни перемены. Поэтому и перемены ощутимые, перемены, которые позволят им наконец на что-то надеяться. И вот это вот отношение к Украине, оно на данный момент является оселком, я бы сказал, пробным камнем вот этой совестливости, которая должна обозначить масштаб, понятный людям масштаб, понятный для них личности. Таких не просматривается. Нет противоречия между Украиной как оселком, Украиной как показателем, маркером и чаяниями того самого народа, к которому должен достучаться этот потенциальный лидер. Вы знаете, когда есть очень сильный лидер, когда есть время, которое… Ведь что такое лидер? Лидер, понятно, что слово Наполеон или слово Путина – это всего-напсего лотерейный билет, нет никаких уникальных личностей, есть персонажи, которых назначает история исполнить ту или иную функцию, ту или иную роль. На данный момент потребности в таком лидере нет. Россия желает наслаждаться теми унижениями и страданиями, которые она причиняет. На данный момент это ее главная развлекуха. Вы что думаете, всерьез думаете, что миллионы не очень глупых людей, глядя в экраны этих чертовых телевизоров, хотя бы одному слову этой риторики верят и готовы поверить, вернее, в то, что делается что-то хорошее? Нет. Они понимают, что делается омерзительное. И это им нравится. Им нравится, что делается что-то омерзительное. Чем интеллектуально ничтожнее человек, тем для него важнее принадлежать к большой агрессивной сильной стае, опасной стае. Путин изобретает прекрасную идеологему. Да. Вы винтики, вы винтики, но вы винтики великой машины. И им это нравится. Эти волшебные слова, что называется, заходят. И они начинают его слушаться. То есть он здесь напоминает человека, который вдруг случайно, подбирая разные заклинания, подбирая разные шифры к этому сейфу власти, он вдруг слышит этот щелчок и запоминает, каким же образом он это сделал. Поэтому вот все то, чем живет сейчас Россия, я уж не говорю про какие-то крайние дикие патологические образчики типа моего бывшего когда-то старого друга Александра Андреевича Проханова, который изобретает новую религию, религию ядерной ракеты, которая способна спалить мир. Ему ракета кажется красоткой, изящной. Он тратит в среднем от 10 до 15 эпитетов, чтобы пронаслаждаться ею вербально. И тех людей, для которых ядерная сжигающая ракета является новым объектом поклонения, потому что это русская ракета. Таких людей очень много. Им очень нравится быть опасными. Они не могут представлять опасности сами по себе. Они трусливые, тупые и гадкие. Но они хотят, они думают, что, если собирается много трусливых, тупых и гадких, то образуется великое явление великого народа. Это колоссальное заблуждение, которое вам объяснит любой математик. Очевидно, что объяснение математика не подействует на это. А я же, ребята, я вам не сказал, что я вот добрый доктор, который пришел вам рассказать, что больной сейчас встанет с каталки и покинет пределы морга, и его ждут счастливые родственники с цветами. Я вам не обещал этих слов. Вы сказали, что Путин запоминает звук этого щелчка, который срабатывает, когда он подбирает какой-то шифр к чаяниям народа. До сих пор, по большей части, этот щелчок был какой-то внешнеполитической авантюрой. Ожидают ли нас подобные щелчки в будущем? Так если только этот щелчок и работает. Дело в том, что я же говорил, что массовые репрессии внутри страны нет никакой необходимости производить. Ну вот просто нет такой потребности. И возможности тоже нет. Я же говорил, что люди стали гораздо лучше. Они уже не согласны организовывать массовые репрессии или устраивать массовые расстрелы просто там за палку колбасы и пару звездочек. Нет, они за это хотят недвижимость на первой береговой линии в Мармелье, полную юридическую защищенность. То есть вот людей, которые за три копейки будут готовы кого-нибудь волочь в расстрельные рвы, как это было во времена Великого Советского Союза, таких дураков уже нет. Следовательно, стоимость репрессивного аппарата, как вы сами понимаете, увеличилась в десятки, сотни и миллионы раз. И такой репрессивный аппарат не под силу даже сегодняшней Россиишки. Более того, наверное, поднапряглись бы как-нибудь, и все-таки бы его соорудили, если бы в нем была необходимость. Но если, предположим, такой аппарат настроить и создать, ну, кого в него засунешь? Ну, Диму Быкову засунешь, ну, Сашу Невзорова, ну, можно каким-нибудь образом еще туда же запихать, но, правда, не поместится Стасик Белковский. Все, ну, ради этих юродивых, ради этих никому не нужных и никому, по большому счету, не опасных и не интересных отщепенцев нести такие траты и приватизировать первую береговую линию всего Средиземного моря, потому что меньшей монетой будет не расплатиться с организаторами массовых расстрелов сегодня. Не имеет смысла. Массовых расстрелов, слава богу, не будет. Так просто некого, поймите, нет массы, которую можно было бы массово расстрелять. Ведь в чем проблема-то? Когда вы спрашиваете вот именно об этих внешнеполитических щелчках, внутриполитические, тоже работают прекрасно, но нет массы, которую можно было бы расстрелять. Потому что, ну да, у Димы Быкова солидная масса, но это не та масса, которая произведет впечатление на публику. Следовательно, остается только внешняя политика и остается постоянное желание позиционировать себя как угрозу человечеству. Хранителя какого-то необыкновенно важного, сложного секрета, недоступного никому и ведомого только вот этому верховному жрецу русского мира, который что-то там вот для себя сохраняет. Что на самом деле в этом ларце с этой тайной? Я подозреваю, что там, ну там, шлепанца Милонова и, может быть, там, набор «Неделька Гундяева» или что-нибудь еще в этом духе. И это весь национальный секрет. Я подозреваю, что какого-то другого секрета нет. По крайней мере, мы нигде не можем обнаружить ни одного вменяемого намека на то, что такие секретики вообще есть. На последних президентских выборах всем наблюдателям было очевидно натужное желание администрации президента получить как можно больше голосов при как можно больше явке. Единственное предположение, которое возникает по этой причине, то, что планируется какое-то действие, которому нужна повышенная легитимность. После этого назначение нового путинского правительства разочаровало. Ну, то есть те же самые люди, те же самые идеи, ничего нового. Зачем это было? В чем будет смысл для Путина нового срока? Ну, Путин… Я не могу говорить за Путина. К тому же, я думаю, что, в общем, я слишком логичный и слишком, скажем так, практичный человек, чтобы говорить за человека, который ездит по каким-то старцам и ставит какие-то где-то свечки. Мы знаем, что мозг чекист – легкая добыча для попов, но все-таки мы не думали, что до такой степени. Я не думал, что у этого желания повысить явку и добиться массовости одобрения была какая-то практическая цель. Как это ни странно звучит? Просто надо понимать, что существует такой закон множественности аппарата, при котором мало того, что каждый чиновник имеет право что-то украсть, каждый чиновник имеет право на какие-то блага, но его еще и необходимо занять, потому что незанятый чиновник начинает переживать тяжелые метаморфозы своей так называемой личности, и он может начать обгрызать углы стола, он может заняться анонизмом на рабочем месте. Незанятый, незагруженный какой-то сверхзадачей человек, он опасен и для самого себя, и для кремлевских, и староплощадинских интерьеров. Поэтому вот эту всю гигантскую массу, а ведь они плодятся, доказывая, кстати, что даже российскому чиновничеству и однополое размножение, любое размножение в любых условиях не является для них проблемой. Они же действительно такого количества чиновничий мрази, сколько есть сегодня в стране, вообще не было никогда. И им всем, помимо того, что им всем нужно скормить какой-то кусочек гость собственности и уговорить громко не чавкать при этом на весь мир, это не всегда получается, потому что, например, назначенный в свое время олигархом Дерипаска не выдержал, начал чавкать на весь мир. Хотя его просили, тот кусочек Родины, который ему удалось взять в рот, все-таки жевать его тихо и лучше где-нибудь в уголке. Нет, он выперся на всеобщее обозрение, и сейчас, насколько я понимаю, он будет в Лондоне, здесь, в Англии, у вас демонстрировать и напоминать англичанам, которые вообще теперь в слове «русское» слышат сразу, вот они сразу начинают принюхиваться, вот от всего русского теперь пахнет новичком. Это не важно, что. Это и из… Боюсь, что когда они будут открывать там великие книжки Мечникова или Павлова, они тоже будут их теперь обнюхивать, потому что англичане оказались необыкновенно внушаемы, необыкновенно уязвимы в этом смысле, и та невинная ситуация, которую мы же понимаем, да, что на самом деле произошло. Ну, у всех разведок есть своего рода спорт. И спорт кокнуть предателя – это такая корпоративная, нормальная, веселая забава. Англичане должны были бы не ныть, не ползать и не лить слезы, а кого-нибудь красиво грохнуть в России, потому что там тоже беженцев из МИ-7, поверьте, достаточно. Вместо того, чтобы начинать этот вселенский плач, надо было ответить, тоже забить голову, соответственно, в «Русские ворота», и все были бы довольны. Потому что, конечно, лишить разведки права решать вопросы таким, лишить их права на экзотические внезапные убийства своих же собственных персонажей – но это безжалостно, это бесчеловечно. Там целое отдело от скуки, от разочарования повесится сразу, если им запретить это делать. К этому вообще не надо придавать было никакого значения. Вы же, слушайте, никто же не начинает рыдать и стенать, когда в боксе боксеры убивают друг друга. Бывает такое на ринге, бывает, да, и в футболе бывает, и выпадение прямой кишки у штангистов тоже бывает, их уносят. Всякое бывает в этом деле, вообще во всяких корпоративных забавах много чего происходит. Никто по этому поводу не начинает вскрикивать и сотрясать руками. Но, тем не менее, как я понимаю, теперь все русское здесь, все русское приобрело еще более специфический привкус. Теперь вам уже не удастся спрятаться за матрешки и все сваливать вообще на балалайку как национальный инструмент, который вот вас довела до такого, я бы сказал, кошмарного состояния духа и незаконопослушности. И вот сейчас Дерипаска, он вообще в Англии же любит этот сериал «Юрский период». И вот сейчас эти динозавры, поссорившиеся у себя там где-то в Мезозое, они придут в королевский суд, в высокий суд Лондона и будут здесь рассказывать обиды, которые они причинили друг другу своими большими челюстями и своими грязными лапами там, в своей динозаврской реальности, когда что-то не так делили эту собственность. Я думал, что попутно будет вынуто рекордное количество всякого политического и уголовного грязного белья. А вы, дорогие мои, русские люди, как говорил писатель Константин Симонов, вы это все почувствуете на себе, потому что, как выясняется, англичане, как и всякие нормальные люди, они обожают кого-нибудь бояться и кого-нибудь ненавидеть. Последний вопрос, прежде чем предоставить возможность задавать вопросы вам. В новом правительстве Дмитрия Медведева, ну мы все понимаем правительстве Путина, министр сельского хозяйства, если я сейчас ничего не путаю, Дмитрий Патрушев, сын Патрушева из ФСБ. Означает ли это, что это такой пробный шар перехода к какой-то наследственной форме правления, когда постепенно на политическую арену, уже на достаточно высокие посты, отнюдь не просто экономические, там в банках что-нибудь, вводятся дети. Ведь у Путина, как мы знаем, есть две дочери, одна из которых занимает, так скажем, активную жизненную позицию. Ну вы опять все драматизируете, потому что когда, грубо говоря, можно все… Слушайте, ну вот вы пришли в публичный дом, и вдруг вы обнаружили, что там кто-то, кого-то имеет в ухо. Ну, слушайте, ну вы в публичном доме, вы обязаны быть готовым к тому, что если здесь все позволено для определенной категории лиц, потому что вход в публичный дом по спецпропускам, то кого-то могут и в ухо, да, то там можно все и удивляться тому, что можно и это, можно и приводить детей в министры. Ну, мы знаем, что различные деспотии прибегали к еще более живописным способам самоутверждения, там, типа лошадей в Сенате, да. Ну и что? Тоже мне причина для удивления. Нет, скорее спрашиваю, считаете ли вы возможным такой? Слушайте, Россия – это страна, где возможно все. Это вообще страна возможностей. Вы читали вот огромные рекламные плакаты «Россия – страна возможностей». Хорошая, кстати, для рекламной кампании. Конечно. Друзья, пожалуйста, да, поднимайте руки, мы будем дать микрофон. Поехали. А про 600 секунд расскажите, пожалуйста. А почему? Вы знаете, в моей жизни были как у Земли, если вы знакомы с геологической историей Земли, у нее были разные периоды, в том числе, например, юрский, да. Вот у меня тоже был свой юрский период, но вспоминать свои динозаврические времена мне совершенно не хочется. Простите. Пожалуйста. У меня, в общем, не вопрос, а, в принципе, моя мысль. Мне кажется, что про Ксюшу Собчак одна я только догадалась, в чем там дело. И кажется мне следующее, что вот есть девочка, у которой есть все. У нее есть деньги, у нее есть слава, у нее есть просто ну вот все. Тут ей предлагают еще и вот это. Вы откажетесь? Нет, я не откажусь. Нет, поймите. Даже Голливуд. Нет, 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 не совсем так. И деньги, и слава. Штука, в общем, довольно конечная. И то, и другое. Мы это видим на примере многих действующих лиц сегодняшней истории. И не только это не какие-то вечные категории, причем ведь недостаточно того, чтобы остались деньги. Хотя я не думаю, что там есть какие-то деньги с большой буквы, да, там есть деньги в нашем с вами понимании, но совсем не деньги, которые деньги, да. Что касается славы, то она тоже, я бы сказал, под большим вопросом. И вот это вот желание нагенерировать себе нечто совершенно новое, нечто совершенно такое вот волшебное и звездное, оно прекрасное желание. Но, блин, если у тебя нету двух ног, ну не беги ты стометровку вместе с олимпийскими спортсменами. Не надо этого делать. Это, конечно, очень душераздирающее зрелище. Конечно, жалость, вероятно, испытает каждый смотрящий, но в любом случае ты никуда не прибежишь. Пожалуйста. Позвольте мне усомниться в вашем заявлении, что вы русофоб и не патриот. Причина этому – ваш прекрасный русский язык. Вы не сделали ни одной грамматической и элистической ошибки. У вас речь насыщена метафорами. Иосиф Бродский говорил, пока существует русский язык, великая поэзия неизбежна. Так вот, пока существует русский язык, мы на нем говорим, нам не оторваться от России. Я убежала из Советского Союза 42 года назад. Преподавала здесь русский язык, пишу на русском языке. И мне, при всей моей нелюбви к Советскому Союзу и всех страданиях там, не оторваться от России. Ваше, насколько вы верите в силу и красоту могущества русского языка? Вообще не верю, вообще не верю, не придаю никакого значения. Мое владение русским языком, вы знаете, вот сейчас, если бы у вас был Маузер, и вы бы его достали и выстрелили в мою сторону, я бы вас понял. Потому что вы видите перед собой человека, который не читал «Войну и мир», не читал каких-нибудь «Мастер и Маргарит». Напрасно. У меня нет необходимости лгать по мелочам. Я не смог, я вообще никогда не читаю никакой художественной литературы. И не держу и не держал ее никогда в руках. И если вы удивляетесь моему русскому языку, то это скорее русский язык Ивана Петровича Павлова, Алексея Алексеевича Ухтомского, это язык русских физиологов, это язык Циона, это язык Бехтерева и Сеченова. Но это не в малейшей степени не язык литературы. У меня очень, скажем так, пренебрежительное отношение к литературе. Глубоко пренебрежительное. Я, вполне возможно, не прав. Но я всегда предостерегаю людей, которые хотят делать какие-то выводы. То есть в вашем варианте это прекрасно, когда у вас есть своя профессия, есть свой драгоценный для вас культ, который делает вас по-своему уникальны и очаровательны, который дает вам возможность искать и находить в этом предельно мерзком мире что-то и для себя, вот что-то такое родное и чудесное, это да. Но мы, к сожалению, не имеем никакого права делать очередную ошибку. И когда мы говорим, например, о русской литературе, я всегда говорю, ребят, вот вы, например, поедете охотиться на Гиен, куда-нибудь поедете в пустыню Калахари, в дельту реки Акованга, но при этом вы возьмете путеводитель 1910 года и будете руководствоваться этим путеводителем. Извините, дорогие мои, там, где были болота, там реки, где реки, там болото, а где была Калахари, там давно уже стоят дома. Вот эти все устаревшие, потому что всякое литературное произведение, будучи очень искусственным произведением, очень детерминированным временем, в которое оно создано, и несущее на себе черты этого времени и никакого другого, потому что все... Я же тоже как бы не со зла не стал читать «Ваши военные миры». Я же открываю и понимаю, что мне предлагают набор каких-то закодированных именами свойств. И эти люди, там какой-нибудь этот балконский под дубом, да нафиг он мне нужен, он... Это существо, которое не имеет эволюционной истории. Это существо, которое не несет в себе никакого опыта, никаких предыдущих поколений. Это существо, которое, тем не менее, живет в начале XIX века, когда совершаются грандиозные научные открытия, меняющие картину Европы. Мне совершенно неинтересно читать про этих ребят в лосинах, про этих теток, которые ждут осеменения тем или иным способом, или про какую-нибудь Анну Каринину, которая все никак не может пристроить свою многострадальную вагину, потому что у нее якобы выбор только между двумя персонажами. Просто по законам литературы того времени претендентов должно быть два. Потом она совершает эту неловкие... Я слышал, и, к сожалению, я живу в мире, который напоен этими сюжетами и этой своеобразной мелодикой. Поэтому, нет, мой русский язык ни в малейшей степени не является следствием. Я абсолютно не патриот, я абсолютно свободен от любой привязанности. И патриотизм, с моей точки зрения, это вообще чудовищное, сверхпорочное явление. Явление, которое делает нас всех зависимыми. Ведь, поймите, скажу вам страшные слова, дорогая моя, русский язык как некая такая вот сакральная чудесная игрушка – это хорошо. Но никаких родин не бывает. Бывает последовательность режимов. И каждый этот режим делает с людьми все, что хочет. И задача любого режима – умело прикинуться родиной. Это все, что от него требуется. И тогда сразу находятся сотни, тысячи и миллионы идиотов, которые идут за этот режим умирать. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Меня зовут Тим. Я, значит, бизнесмен из Москвы. Наблюдая за Владимиром Путиным последнее время, всеми его встречами с доверенными лицами и там, где он свободно, значит, поток его сознания ничем не ограничивается, все мы видим, что он проговаривается постоянно о каких-то тяжелейших испытаниях, потрясениях, которые нас ожидают. Ну, естественно, мы их преодолеем и так далее. Он оптимист, в принципе. Но все время вот эта тема какого-то серьезной войны у нас в последнее время присутствует в дискурсе. Это его увлечение оружием, войнами. И вот эта риторика выдает какой-то… Мне показалось, что он как будто бы решился на что-то уже. И вот все остальные, все обычные проблемы ему кажутся уже неважными, а вот это вот что-то большое, что нас ожидает, занимает его мозг. И вот последняя информация от Явлинского, что он с ним встретился и спросил, понимаете ли вы, что, возможно, серьезная война сейчас. Владимир Путин говорит, да, и мы в ней победим. Насколько все это серьезно? Ну, я вам предлагаю пригласить сюда в открытую Россию Владимир Владимировича. и задать этот вопрос ему. Я не имею возможности задать, потому что еще задолго до президентских выборов, когда там стало что-то маячить по поводу новых выборов, доверенных лиц, я сразу честно сказал, что если вот мне предложат пойти в доверенные лица, я, конечно же, пойду. Если Владимир Владимирович выполнит три маленьких ничтожных условия. Первое условие – отдать Крым. Второе условие – извиниться перед Украиной. И третье, совсем простенькое – найти хороший черный маркер и на лбу Гундяева черным маркером написать слово «хуй». Я так полагаю, что ничего из этого он не выполнил. Я не пошел в доверенные лица. Вот молодой человек, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо большое за выступление. У меня к вам такой вопрос. Почему вы не верите в возникновение черных лебедей в России? Я надеюсь, вам знаком этот концепт. Я не верю, потому что я реалист. И я понимаю, что сейчас это так же мало реалистично, как, например, попытки поиска белых грибов на Северном полюсе. То есть то, о чем вы говорите, должно быть жестко отдетерминировано средой. Это должно быть востребовано. И должны быть те условия, потому что этот фактор, как и всякая жизнь, неизбежно возникает всюду, где есть соответствующие условия. Но все-таки шансы есть. Ничтожные. Но самая малая вероятность – это еще не ноль. Как говорил покойный Хокинг. Спасибо. Ну что ж, давайте последний вопрос. А то, честно говоря, я уже утомился. В предпоследнем ряду, пожалуйста. Держи же старик. Что вы хотите? Здрасте. Здрасте. Я хотел бы задать вопрос, который, скорее всего, не будет никому тут, наверное, интересен. Чисто потом… Тогда не задавайте. Черт возьми. Ну, все очень просто решается. Это просто публика постарше. Вы очень хорошо дружите с Глебом Голубиным. И хотел бы задать, что именно вас связало, либо связывает, и какой у вас самый запоминающийся с ним разговор. Спасибо. Ну, вы имеете в виду фараона, да. Да, действительно, меня удивляет и поражает этот мальчишка. Мне все время кажется, что вот мы представители какой-то, грубо говоря, классической физики, классического умения выражаться, мы пасуем перед этой молодежью, которая изобрела свой язык. Ну, вот есть классическая физика, есть квантовая физика, есть традиционный язык и есть язык фараона и тех, с кем он контактирует и общается. Вот они как-то ухитряются передавать эти смыслы совершенно другим образом и делать это настолько интересно и делать это настолько для меня завораживающе. Мы же имеем доказательства его успешности. И я вам могу сказать, что да, действительно, исключительно любопытный мальчишка, сильный мальчишка, сложный. А для меня, как для исследователя, вот любое такое загадочное явление – это всегда очень интересно. Разговоров было много, но, к сожалению, проблема таких разговоров в том, что говорю в основном я. Спасибо, друзья. Спасибо, дорогие. Мы, да, заканчиваем наш вечер. Большое спасибо вам за внимание. Да, кто хочет книжку, там вот книжка есть какая-то, если еще есть. Не знаю, мне велели сказать, я как бы, сами понимаете, да, я могу подписать. Вот мне показывают, что… Ну понятно, все, да. Давайте поблагодарим Александра Глебовича Невзорова за прекрасный вечер. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»